Так, народ, привет! Ну что, Наташа лежит в отеле, отдыхает, но мы же словно в Дубае, что нам отдыхать? Нам отдыхать не надо, поэтому идем гулять. Это индуско-пакистанский райончик, тут не часто селят туристов, но нам абсолютно не страшно здесь прогуливаться. Вот есть кафешечки доступные, шаурма всякие, там вкусные, давайте покажем, такие штучки, но они жареные. И сачки есть. Ой, курочка вообще, представляете, какая она здесь, в каком каре она здесь. Немножко начинается ветер, сейчас пройдем мы в этому индусскому району, посмотрим. В принципе, как сказала Наташа, она права, он тут благоустроенный. Ну, прям тут парк, ну, прям народ Беверли-Хиллз. Кстати, я была в Беверли-Хиллз, в Лос-Анджелесе, есть чем сравнить. Но там намного, конечно же, выше деревья, и там такие, знаете, кисточки деревьев такие вот тонкие, и сами пальмы высокие. Так, а вот Лулу уже. О, Лулу прям сразу, мы и знали, что Лулу рядом. Попозже, возможно, зайдем в Лулу, классный гипермаркет. И когда мы жили в Абу-Даби в отеле Коти-Ярд, Котик-Ярд мы его называли, вообще очень классно было туда заходить, там готовая еда вкусная, красиво, классно. Ну, вот, да, такая строечка идет рядом, ну, честно, ну, ничего. Вы видели путь, когда мы шли, там много кафешек, много людей, честно, ничего не пугает абсолютно. Вот, ну, Наташа этот район не нравится, мы действительно хотели в более комфортном районе быть. Но мне нормально, как бы, что делать. Ну, да, вот такое вот страшненькое здание ремонтируют. Но в Дубае, Дубае, не всегда тут же показывают Дубай. Дубай-то не все Бурдж-Халифа, не все Дубай-мол. Дубай-то есть такое, ой, хорошее выражение, город контрастов, больших контрастов. А вот таких зарплат до миллионных зарплат. Ну, сами это знаете, я это знаю. Знаете, что я работаю учителем физкультуры. Боже, такой ветер, надеюсь, вам слышно. Ну, все, друзья, стала, постояла на такой лавочке, просто проверила, что звук есть. Ибо, Дубу, такой ветер, я подумала, сейчас вам снимаю, вам ничего не слышно, как я с вами разговариваю и с вами советуюсь. Вообще, конечно, непросто делать. Вот, спасибо, ребята, что не убили. Не просто делать видео самой, но, честно, вот идешь и посоветоваться нескими. Я знаю, что вы мне комменты напишите, но я же их потом прочитаю. Кстати, вот в таких магазинах офигенно, классные всякие конфеты, орешки. Класс, эти вкусные у нас сувениры, мы такой магазин в Дере знаем. Есть безумно вкусные конфеты с черносливом, шоколадные. Боже, опять ветер, это просто капец. Но, с другой стороны, сейчас 4 часа дня. Я должна вам сказать, что этот ветер, он делает немножечко, ну, прохладнее я не скажу. Я не скажу, что прохладнее. Плюс 40 было за окном, когда мы в 10 утра ехали. Ну, вот райончик уже, выезд из этого райончика. Вот целая куча всяких магазинов, дешевых, недешевых. А мы ждем зеленый свет. Хочу с вами пройтись. А что, ребята, на красный пошли, а вот зеленый. Все, пошли. Потому что в Губае тут строго. У нас в Ильяне можно штраф слопотать, если пойдешь на красный. Причем штраф этот заплатишь. Так, а вот я в парк хочу зайти, в сам, в сам парк. Ну, вот район, целая куча обменок. Целая куча кафешек. Ну, блин, людный район, зеленый уже. Что-то я втыкаю. Так, заходим. Это реальный Беверли-Хилл, народ. Просто пальмы чуть поменьше. Все, идем, смотрим. Смотрите, меня всегда удивляла. Такая растительность в пустыне. Как ее можно сделать, друзья? Ну, красота же, соглашайтесь. Красота. Все, вот этот страшный вот дом такой. Ну, не страшный, но такой для Дубаи. У нас есть такое слово в украинской мове. Непротаманный Дубай. Не подходит он Дубаю. Потому что Дубай всегда показывает красивый, чистенький, богатый. На самом деле, вот человек сидит себе, сел. Бывают они идут, мы видим в Аляне на обед. Лепешечку просто несут и бутылочку водички. Как может мужчина на один день лепешечку и бутылочку воды? Блин, ну классно, красиво, пальмы. Ну, знаете, так если посмотреть на отель. Ладно, сейчас немножко пройдем, потому что... Не видно против солнца, о, самолетик. Ого, да он прям над головой. Нет, вот это да. Вот это просто круто. Так, давайте я немножко себя покажу, потому что против солнца идем. Но сейчас зайдем в тень фарьбы, будет классно. Я так вышла, фух, жарко вот так. Ну, ничем не мазала сейчас, ну, не знаю, не захотелось. Так вот, этот район, если так посмотреть сейчас, вот, на отель и на Лулу, Так, район очень приличный, серьезный такой, прям вообще классный район. Посмотрим вот сейчас. Отель, Лулу, ну, прилично же все. Не, ну, прилично. Ну, это не очень прилично домик. Ну, так, нормально. Нормально, нормально, вообще. Хорошо очень даже. Вот, и такая просто роща пальм. Помните, сколько одна пальма стоит? Много-много тысяч дирхам. У Сунила вот ферма, и мы снимали много видео. И вот там столько, сколько пальма стоит, он рассказывает. Прилично. Вот наш отель, давайте еще раз. Там Наталка где-то спит, возможно, видит меня. Ну, все, на отельчик посмотрели Лулу, отель. Вот, прохожу их, поснимали, как самолет вылетает. Класс, я и шорсы сняла, и просто сняла на длинное видео. И смотрите снова, снова сейчас будет вылететь. Ну, смотрите, как близко, да? Не, кстати, я заметила, вот кто-то уже готовится спать, а кто-то уже и спит. Вот так вот. Не знаю, меня это абсолютно не пугает, но люди лежат все в тенечке спят. Слушайте, ну, нас тоже в Киеве могут так лечь и спокойно себе спать. Что здесь такого? Вот, снова я с вами, снова мы гуляем по индусско-пакистанскому району. Снова нам не страшно. Это Дубай, здесь безопасно. Кстати, в Беляйне тоже многие так сидят, но у нас там, конечно, совсем вот только мужчины. Женщины даже не прыгуются. Ну вот, мы шли, когда искали здесь наш отель. Ну вот, люди сидят, кушают. Ну вот, ну что, надо же где-то кушать. Сейчас пойдем с вами, пытаемся дойти к метро, и я вам покажу, что этот район нормальный. Здесь тоже можно вполне нормально существовать, даже туристам. Хотя без знания английского, арабского, индусского, наверное, вам сложно будет здесь. Все есть, Dreamland Center, куча всяких магазинов. Может быть, заскочим, посмотрим цены в один. Может, в Дубай нужно вам показать по максимуму что-то интересное. Вот, погулять, походить, посмотреть. Ну, правильно же, что же лежать-то в отеле. Хотя что-то спать хочется, не знаю. Всем проснулись сегодня, чтобы выехать. И только в 10.40 был автобус из Зеляйного в Дубае. О, здесь сказала в Абудабе. В Дубае. Что-то странное. Так, супер найти, как перейти. Как-то люди только что перешли. И там уже, вот там, чуть-чуть прямо. И потом свернуть, а вот и переход. И все, мы даже хорошо с вами посмотрим. Не, ну это кайф какой-то, я не знаю. Может, звуки и мешают спать, не знаю. Кто-то писал, что шумно, а потому что аэропорт вблизи. Не так уже он вблизи, это ДР, а не так уже вблизи. В том переходе мы пойдем с вами прямо. Все, друзья, перешла. Просто идем. Ветер сильно дует. И как-то сейчас стало темно. Вот на той стороне солнца. Здесь темновато. Я еще в очках. Но ничего. Главное, что не жарко. Очень сильный ветер. Так, ну если не будет мне слышно, просто музыку наложу. Вот по авеню. Здесь вот в магазине. И аптеки, и магазины, и кафешечки. Ну нормальный район, в принципе, для туриста. Если дружить с английским. И не бояться попробовать что-то новое. Я имела в виду новую еду. Индийскую, там, арабскую. Ну что, мы с вами кафешки Рио уже посидели, покушали. Все, сейчас вечер почему-то сильно дует. Слушайте, это как вылянем перед бурями. Вообще такого нету. Так что, просто прогуливаемся с вами. Сейчас дойдем, завернем. Это уже до метро будет близко. А шли мы минут 20 до отеля. Потому что с очень тяжелыми функами шли. Ну пишите, вот как вам район. Ну вот, как турист просто. Вот смогли в таком жить бы. Страшно было бы, не страшно. Вот очень интересно ваши комменты почитать. Вот, друзья, смотрите, шли мы оттуда. Вот кафешечка. Снова курочка, уже не такая красная. Сейчас, наверное, вот туда вот. Я уж конкретно не помню, как мы шли. По-моему, нам туда, а мы к Рифмолу выйдем. Но вот тут, конечно, неудобно. Что такое? Ой, машинки, машинки, не прибейте меня. Ну тут вот ничего нету, да? Такой район такой, как. Ну не спальный вообще, тут и заводской вообще ничего нету. Бристоль инхотел. Да не, ну в таком районе ты точно не Бристоль. Ну ладно. Все, вот сейчас отойдем прямо по такому вот району. Вот вообще уже ничего, да? Такой, не скажешь, что Тубай. Такой контраст. Вот не скажешь. Есть, наверное, люди, которые заходили в такие закоулочки. Иногда вот в Дэре можно свернуть случайненько. А потом, думаю, вы очень быстро оттуда выходили. Ну я много раз гуляла в таких местах. Помню, еще на первом году жизни много приезжала в Дубай. На один день особенно. Ну, посмотрите, как люди живут здесь. Вещи, сушатся, все окей. Чувачки сидят здесь. Вон чувачок с телефоном напоминает позу. Руссо-туриста, облику морали. Ну, вон еще и сколько у людей. Позаглядываем. Такой домик чисто в индийском стиле. Карточки лежат, по которым звонить не нужно. Там девочки по вызову. А говорят, что такого нету. Да есть, конечно, все есть. В Дубае, наверное, вот точно есть все. Можем достать все. Ну все. Ну все. Сейчас идем просто прямо. И выходим где-то близко к метро. Все, друзья, уже прошли 2 метров еще 50. Я включилась. Выходим уже с трэш райончика. По-моему, когда искали ателье, этот New Era Супермаркет, его показала. Супермаркет. И вот уже поворачиваемся. Рифмол. Вот здесь тоже бренд 4S есть. Прикольно. Как я называю? Second-hand-магазин. Потому что в одном из молок вещи очень грязные. Ну все. Вот. Вышли уже. Вышли уже к метро. И все равно белых людей очень мало. Ну да. Я когда шла, только что на меня, конечно, так углядывались. И еще я так хорошо, как пацана деда такая, ну не поймешь. Чуть девчу начать лопать. Идешься спокойно, никто не трогает. А так, конечно, ну если я в одна девочка шла, больше бы взглядел было. Так видно, что я боевая, а ко мне с тобой не пристану. Вот. Так что, здесь мы с вами. Вон уже такое метро видно. Это вот метро уже. Вот. Эмирик Мол. Может туда зайдем сейчас, но я кендурушку не взяла, честно. Может какой-то магазинчик походим с вами. Ну вот, друзья мои, пишите, страшно вам было в этом трэш-районе? Жили бы вы там как турист? Или жили бы вы там как жители? Если бы резидент работали, снимали бы там какую-то комнату, ну не комнату, ладно, квартиру. Комнату я вам не желаю снимать. Интересно ваше мнение? Испугались бы вы, нет? Пишите, ставьте комменты, лайки. Всегда приятно. Все, всем пока.